Да, да. Что гипнотерапия для восстановления зрения не очень эффективна, потому что через какое-то время происходит откат обратно. То есть человек возвращается к той цифре, с которой начинал, там, через год или через неделю. Да, так происходит очень часто по причинам самого пациента. Да. Причина ухудшения зрения была в том, что вот он сидит там, как незащищенные там мониторы, вот он сидит, да, то есть ухудшает зрение. Читает в плохо освещенном месте, да, близко или очень долго часто смотрит телевизор, да, читает в дискомфортных условиях там в метро постоянно. Все, что способствует нарушению зрения, да, при гипнокоррекции, да, ему говорят, что в дальнейшем хочешь, чтобы все у тебя было нормально. То есть ты не нарушай это, то есть блюди, да, немножко вот этикет для своего зрения, и все будет нормально. Потому что многие вещи, тем более оно было нарушено уже, многие вещи, то есть не надо многого, только чуть-чуть какое-то нарушение, и оно теряется. Мы знаем, что даже вот ребенок бабушкины сильно очки, да, с толстыми линзами может один раз одеть, и может у него зрение испортится. Это в редких случаях, в основном, ну, одел один раз, а если он полдня, дома никого не было, да, то есть он там ходил, где-то смотрел, находился, он нарушает зрение, да, то есть... И вот человек, у которого проведена была коррекция зрения, посмотрел очки какие-то, померил, да, то есть даже когда проводится гипнотерапия коррекции зрения, да, то есть... Ни в коем случае нельзя одевать очки, ты одел, все у тебя обратно вернулось. Поэтому одел очки, вот опять я говорю, в темноте там и прочее, то есть... А люди не соблюдают, почему они не соблюдают? Они потеряли, ухудшилось зрение, потому что вот они это не соблюдают. И все-таки они привыкли к такой жизни, они как бы не придают этому значению. Вот тот, у кого нормальное зрение, то есть он не будет в такой темноте читать там, щуриться там и прочее. А тот, который привык, что ему надо прочитать и где угодно он будет читать. Ну, интересный рассказ, как он зацепило его, потому что, как говорится, и книга Любы и прочее, даже тоже, как сказать, как игроманы, да, то есть... Оторваться тяжело, он и здесь будет читать, и здесь будет читать, да, то есть... И люди там и при свечках читают, да, то есть и фонариком светят, ну, хочется ему дочитать и прочее, да. То есть имея в виду, что условия, раз, свет потух во всем районе, а человек читал, да, и все, он сейчас свечку будет и будет читать. Поэтому, когда человек не соблюдает это, и происходит нарушение. Бывает, эмоционально было такое, что человек хорошо прошла программа коррекции зрения, все нормально, а потом что-то случилось, у него там серьезный приступ, там, в стационар его положили из-за каких-то переживаний, и зрение у него испортилось. Но он в стационаре не стал ни читать, ни очки не одевать, и он продержал определенный период, и оно опять вернулось, да, то есть опять вернулось, опять восстановилось. Поэтому, ну, вот так.